860 рублей – штраф, который застройщик заплатил за вырубку 110 реликтовых деревьев фисташковой рощи в районе Бухты Круглой. О ничтожном размере компенсации от компании «Декор» за нанесенный городу ущерб в ходе видеомоста «Симферополь-Москва», посвященному ужесточению законодательства по защите краснокнижных растений, рассказала заслуженная колок России Наталья Мельчакова. Это была трехлетняя почти борьба. Но тем не менее, ведь так как сложилось, когда не было этого закона. Ведь за ущерб, вырубленным почти 110 молодым фисташкам, был насчитан ущерб по методике, действующей на тот период времени Российской Федерации. И подчеркиваю, природоохранная прокуратура инициировала вот такую сумму – 860 рублей за 100 растений. Это было унижение нашей работы, это было непризнание критического биотопа, несмотря на все наши думы. Как выяснилось, столь незначительный размер штрафа связан с методикой расчета нанесенного ущерба, исходя из веса и диаметра стволов уничтоженных деревьев. При этом фисташка туполистая – растение, которое обычно имеет достаточно тонкий ствол, а значит, прежний закон не учитывал всего масштаба вреда от вырубки. Теперь мы не о весе древесины говорим, не о том, какой диаметр каждого деревца, а мы говорим о том, что хотя бы одно дерево уничтоженное – это уже есть серьезное нарушение закона. Изменения в Уголовный кодекс были внесены по инициативе членов Совета Федерации, в том числе сенатора Севастополя Екатерины Алтабаевой. С октября этого года за умышленное уничтожение, а также незаконный сбыт и оборот редких растений, согласно 260-й статье, предусмотрены реальные тюремные сроки и миллионные штрафы. Минимальное наказание без отекающих обстоятельств – это 4 года лишения свободы, а максимальное наказание в случае, ну давайте даже вот уточним, если с использованием своего должностного положения наказание будет более серьезное – 6 лет. В случае, если это преступление совершено группой лиц, по предводительному сговору, организованной группой лиц, и опять-таки сопровождается в том числе и дополнительной информацией, которая дается в сети интернет, в средствах массовой информации, то наказание ужесточается до 8 лет. На территории Крымского полуострова в настоящее время насчитывается 250 уникальных охраняемых видов растений, среди которых фисташка туполистая, можжевельник и сосна-паласа.